МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российский павильон представляет более 10 видов продуктов, таких как шоколад, печенье, мед, макароны и т.д. Экспортеры рассчитывают найти новых партнеров и увеличить объем представленных Китаем товаров. Центробанк рекомендовал авиакомпаниям отключить на своих сайтах автоматическое согласие пассажиров на покупку страховки при приобретении билета. Многие перевозчики увеличивают по этой статье стоимость перелета на сумму от 300 до 600 рублей. Годовой объем рынка авиастрахования составляет до 5 миллиардов рублей. Наравне с другими доп.услугами он поддерживает рентабельность перевозок. Есть пример, когда билет дорожает сразу на тысячу. К страхованию и питанию добавлен еще и врач онлайн стоимостью в 300 рублей с человека. Конечно, при заказе билета надо быть внимательным и смотреть, чтобы галочки в ненужных местах не стояли и убирать. И надо понимать, что такая страховка не является обязательным условием покупки билета. Это важно. И от нее можно легко отказаться, просто убрав эту галочку. По данным участников рынка, добровольно готовы оплатить выбор места 63% пассажиров, провоз багажа 16%, а страховку только 13%. И причем, если страхуется задержка вылета, относительно существенная компенсация предусмотрена только в очень редких случаях. Еще один крупный оператор кикшеринга запустил в Петербурге сервис по аренде электровелосипедов. В прокат в проект вложено 480 миллионов рублей, и основная часть этой суммы ушла на приобретение 4000 велосипедов с мотором и встроенной системой GPS. В планах оператора расширение бизнеса на другие регионы и рассчитывать на успех позволяет 12-процентный рост акций и сервиса после старта проекта в нашем городе. В Петербурге число IT-компаний выросло с прошлого года на 56%. Сейчас их больше 21 тысячи. За последние три месяца на сайтах по поиску работы размещено около 200 тысяч вакансий, связанных с IT-сферой. 12% из них приходится на наш город. Соискатели чаще всего предлагают свои услуги в качестве куратора проекта, программиста, разработчика, аналитика, дизайнера и специалиста техподдержки. Рост сектора эксперт объясняет прежде всего уходом западных компаний, которые оставили клиентов без обслуживания. Вторым фактором является поддержка, которую оказало государство. И здесь мы говорим не столько про льготы, сколько все-таки принятие мер и обозначение направлений на то, что прежде всего государственные компании и само государство обязаны закупать именно российское программное обеспечение, состоящее в соответствующих реестрах. Средняя предлагаемая месячная зарплата IT-специалиста в зависимости от региона может составлять от 45 до 138 тысяч рублей. Но каждый десятый соискатель рассчитывает на доход не менее 260 тысяч. На середину мая назначено начало эксперимента по обязательной маркировке соков. Систему «Честный знак» разработал Минпромторг. Ее задача – сделать производство и продажу прозрачными и позволить покупателям контролировать качество товара. В проекте по маркировке уже участвуют духи, лекарства, табак и шубы. И Милена Иконникова узнала, какие расходы потребуют штрих-коды от бизнеса. Штрих-коды бывают линейные – это такие полосочки и датаматрикс в виде квадратика. Первые необходимы для внутреннего учета товаров в магазине. Они показывают, например, сколько товаров осталось на складе, когда была поставка. А вторые – полезны покупателю. С помощью специального приложения можно узнать массу интересных подробностей. Вес товара, состав, срок годности, а главное – подтверждение подлинности. Покупателю удобно, а для бизнеса – затраты. Вход в честный знак в зависимости от масштаба производства – от 15 тысяч рублей на оборудование и регистрацию в системе. А еще нужно печатать штрих-коды. Ко мне поступает макет с тем, как заказчик хочет, чтобы код его выглядел. И я по этому макету уже в программе создаю файл. Так печатаются штрих-коды в типографии. Программа сама генерирует код, а далее он наносится на ленту. Стоимость зависит от тиража, типа бумаги, размера этикетки и варьируется в среднем по рынку от двух копеек до двух рублей. Наша основная задача – напечатать код, напечатать его правильно, чтобы он считывался, чтобы материал, который мы использовали, не бликовал. Производители могут и сами напечатать коды с помощью термопринтеров. Тогда затраты будут только на расходнике. Этикетка обойдется в несколько десятков копеек. Но в любом случае почти все коды заранее надо регистрировать. И это тоже деньги. Если мы берем регистрацию штрих-кодов в обязательной маркировке «Честный знак», то стоимость будет 60 копеек с НДС за один штрих-код. Если мы берем линейные коды, то здесь цена варьируется по рынку. В среднем получается 9 рублей за штрих-код. Но тут важно понимать, что линейные штрих-коды покупаются сразу на партию. То есть на все молоко, скажем, на 100 бутылок одного бренда, объема и жирности требуется один штрих-код. Тот самый за 9 рублей. А вот на каждую единицу товара нужно нанести еще дата-матрикс-код для «Честного знака». И таким образом затраты бизнеса с введением обязательной маркировки вырастут. Впрочем, эксперты видят явные плюсы. Это единовременные затраты, достаточно значительные, безусловно. Но оборот контрафактной продукции, отказ от нее, это тоже уменьшение, по крайней мере, ее объемов. Это тоже большой плюс с точки зрения развития экономики. Производители предупреждают о потенциальном подорожании продукции. Но сторонники «Честного знака» обещают, что в результате маркировки выиграют все – покупатели, бизнес и государство. Вся система станет прозрачной, рынок будет белее, здоровая конкуренция вырастет и, как результат, улучшится качество товара. Милена Иконикова, Вадим Вагапов, телеканал «Санкт-Петербург». Ну и в заключение о варюте, что тут сказать? В понедельник после продолжительного и существенного снижения рубль наконец развернулся в рост. Но вот сегодняшние торги показали, что перелома пока не произошло. Официальный курс доллара – 82,18 рубля, евро – 89,73 рубля, курс юаня – 11,92 рубля. Ну, все об экономике на сегодня. Я желаю всем хорошего вечера и возвращаю слово коллегам. Аркадий, спасибо. Аркадий Шароградский сделал. Мир экономики чуть ближе и понятнее для нас. Надеюсь.